Девушки отдыхают Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые поклонники ралли-рейдов! Мы приветствуем вас из Джиды, с побережья Красного моря, откуда 3 января стартует долгожданный ралли-марафон «Дакар-2021». Проведение 43-го издания гонки в течение уходящего года постоянно ставилось под сомнение. Масло в огонь подлили декабрьские события, паром с техникой участников гонки. Здесь Джиды был уже разгружен, когда из-за нового штамма, английского штамма коронавируса, Саудовская Аравия закрыла свои земные, морские и воздушные границы. Но, тем не менее, организаторам гонки компании АСО каким-то образом удалось договориться с властями о том, что гонка все-таки будет проведена. Команда «Камазмастер» два дня приехала в Саудовскую Аравию. Мы находились в карантине в течение 48 часов, и сегодня мы приехали на сдачу теста. Завтра мы получим результаты теста, нам обещают результаты в течение 24 часов. И после получения отрезательных результатов мы уже сможем передвигаться по стране и сможем получить аккредитацию для участия в ралли «Дакар». С давних пор прибывавшие морским путем паломники устремлялись вот по этим вот улочкам дальше, в путь к Мекке. Ну а для участников ралли «Дакар» Джидда стала воротами на Аравийский полуостров во второй раз. Всем привет! Мы находимся в порту Джиды. Приехали забирать автомобили. Сегодня потратили около двух часов на оформление документов. В этом году все строго, и каждый участник, все, кто может продолжать «Дакар» и вообще получать автомобили, должен иметь два отрицательных ПЦР-теста. К счастью, у нас все без неожиданностей. Все в строю. Вот мы находимся в порту здесь. Все машины стоят здесь. До этого мы подходили к специальному листу, смотрели каждый свой стартовый номер. Там было обозначено, какой ряд для автомобилей. Вот у нас четвертый ряд, естественно, вот в этом ряду, где мы стоим, должна стоять эта наша машина. Пойдем искать. Заодно посмотрим как раз наших конкурентов. Вот видите, да, еще много-много-много машин команд «Стыпи» еще не все далеко прошли. Мы одни из первых все-таки прорвались. Будем смотреть. В таком виде наши машины добрались до Сауз-Караи. Вот такие вот участники бывают, вот такие случаи. Вкусно, вот как раз машина Мартина Мацико. Все завяжены, готовы. Вот, ну, как раз вот мы видим наши грузовики. Вот Антон Шибалов уже добрался с Иваном Татарином. Что, все нормально? Привет, все отлично. Антон, соскучился по машине? Конечно, видишь, наконец-то. Все понятно, вроде все в порядке выглядит. Ковеса даже не спущены. Машины предварительный осмотр. Все вроде на месте, ничего нигде не капает. Это уже хорошо, все без неожиданностей. Обязательная процедура, нужно подключить аккумуляторы, чтобы запущать. Вот тоже участники в Баку проверяют свой автомобиль. Ахмед, удалось найти машину свою? Пока еще нет. У вас навигация уже началась с поиска автомобиля. Пока есть возможность до запуска автомобиля. Вот могу показать, как выглядит этот парк. Это, так называемый, закрытый парк участников. Видите, насколько много здесь машин еще стоит. Все еще здесь. И в разных уголках этого парка разбросаны все наши автомобили. Сейчас мы все, я думаю, благополучно запустимся, встретимся на выезде. И уже дальше продолжим движение к стадиону. Там в этом году так называемый биоак для всех участников перед стартом. Ребят, ну вот так вот выглядит драгоценная справка о том, что у тебя отрицательный ПЦР-тест. Благодаря вот такому посланию, индивидуально полученному каждым участником гонки, будь то журналист, будь то спортсмен, мы, наконец, имеем возможность вырваться на свободу. И сейчас мы на шейкдауне, так называемом, тесты, предварительные тесты перед техническими проверками. Шейкдаун – это на современном, на нашем простом языке, скажем так, это день проверок, день тестов для техники, для экипажей. То есть все участники пытаются проехать этот день, потому что была длительная такая стоянка автомобилей, тем более на пароме, в портах, где влажный морской воздух соленый. И, как показывает практика, очень много проблем потом вылазит у участников в первые дни, кто не едет эти шейкдауны. Это, как правило, по электрике, да и вообще в технике. Вот, и так что в этот день как раз все участники пытаются проехать вот этот круг тренировочный, даже не один, задействовать его по максимуму и в течение дня отстроить, отладить и просто даже проверить технику. Ну, вот эти камни уже вызывают тревогу. Это говорит о том, что для шин все будет очень непросто, да? Ну, как вы видите, действительно, такие интересные, но довольно-таки опасные камни. И, как правило, в гонке их встречается очень много. Вот, и не то, что для шин, это просто даже пойти по ним, если ногами, и можно не то, что проколоть обувь, пораниться. А для шин это действительно так, потому что ты не видишь из кабины полной картинки, вот как сейчас мы здесь наблюдаем, вот эти острие, то из кабины во время движения ты просто будешь ехать примерным направлением и не выбирать, где там чуть острее, где менее тупой камень. И там уже просто как повезет. Так что это особенность вот этой гонки здесь, в Саудовской Аравии. Вся долина усеянная вот этой наждачкой мелкой. Посмотрим на шины после вот этого шейкдауна, что будет с ними происходить. Январский ралли-марафон Дакар является своеобразным подарком всем поклонникам автоспорта. Конечно, нас в первую очередь интересует, как будет складываться борьба в грузовом зачатии. Давайте попробуем нарядить такую символическую елку грузовой категории претендентами на подиум в грузовиках. Намеренно, не хочу никого выделять, кто-то больше, кто-то меньше претендует на подиум. Просто начну с традиционно сильных в грузовиках чешских команд. И по праву династия Лапрайсов, Алиш Лапрайс, продолжатель дела знаменитого Карла Лапрайса, шестикратного победителя Дакара. В этом году Алиш будет праздновать свой 41-й день рождения. В январе у него день рождения. 15-й раз будет участвовать в Дакаре. Попытается, возможно, повторить успех 2007-го года. Насколько я помню, третье место в Дакаре он тогда занял. Будет пробовать это делать на своем грузовике «Прага». Мы знаем, что это скорлупа. В принципе, все, что внутри, это машина прошлого года с некоторыми модификациями, о которых он старается не говорить. Это секрет Пуль Шинеля, но это все грузовые команды так делают. Грузовик Алиш называется «Прага В4С Дакар». Под его капотом и вековский тысячесильный мотор. Коробка «Автомат». Алиш сказал, что они уделяли внимание вещам, которые беспокоили его в прошлом году. Это кабины, охлаждение, электроника, впуск, выпуск, детали турбокомпрессора. Такую подробность сообщил, что лепестки под рулевым колесом они сделали, которые будут ему помогать управлять машиной в ручном режиме, где-то там, в дюнах, еще где-то, где-то понадобится. Отметим также, что напарником в этом году будет выступать Ян Томаник на автомобиле Татар КВН-69. И, скорее всего, он будет выполнять роль быстрой технички. Следующая чешская команда. Татар Багира Рейсинг. В этот раз Татар при поддержке завода. Ну и Багира, гоночная команда, вам всем, конечно же, известна. Мартин Солтис, может быть, не такой яркий представитель грузового зачета, пока незаметный. Почему я решил выделить Татар Феникс, на который они едут, в этом году оснащена автоматической коробкой передачи. В прошлом году это была 16-ступенчатая ZF. И, представляете, она была, по сравнению с другими машинами, достаточно медленной из-за вот этой коробки. В этом году они могут хорошо выстрелить, учитывая опыт участия, учитывая, что технически машина и команда подготовлена очень хорошо. Поэтому Мартин Солтис занимает место на нашей елке претендентов на подиум грузового зачета. Татар Феникс. Кабина здесь, как у обычных Фениксов, от DAF, а вот мотор уже не DAF-овский, а оригинальный. Он обозначается GearTech Race Power MR16 при рабочем объеме 12,5 литров, развивает 550 лошадиных сил и безумные 4200 ньютон-метров. Любопытно, что его напарником по команде станет небезызвестный Игнасио Кассай. Трехкрасный, между прочим, победитель Дакара в квадроциклах, решил сменить место на турбал автомобиля. Любопытно, что начинал свою карьеру, дакаровскую он, штурманом в кабине отцовского грузовика на Дакаре. Выступал в аргентинской марке Атакама. Ехал с отцом в качестве штурмана в далеком 2010 году. Повешу его пониже, потому что, ну, понимаете, что первый раз на грузовике, ну, вот, пусть здесь повисит. Ну что ж, Мартин Мацик. Замечательный пилот, очень активный в течение года на отличной машине. В этом году, опять же, его машина будет освещена автоматической коробкой передач. Это Ивека. Интересно, что он называет свои машины именами. В данном случае желтый вот этот монстр с кабиной Ивека называется Карл. До этого он ездил на Лиазе, по-моему, называлось Франта. Конечно, высоко мы его на елке повесим. Достойный соперник. Вот, любопытно, что ему тоже будет ассистировать, как и Алишу Лапрайсу, напарник. В качестве напарника выступает небезызвестный Ярослав Вальтер, тоже чех, на практически такой же машине. Два желтых Ивека, капотных, мы их увидим на трассе. Вальтер имеет очень хороший опыт выступления в Дакаре. Специально рядом с Мациком я положил игрушку с фотографией Маурика Ван Денхювеля. Это уже голландец. Почему? Потому что Мацик помог ему с изготовлением машины для голландца. Отдал ему шасси своего предыдущего спортивного грузовика. И в итоге получилась такая интересная машинка. International Scania Lone Star DKR-3. Такое мудреное название, да? Это такая международная комбинация чешского, американского и шведского происхождения. Как я уже сказал, шасси пришло из чешской гоночной команды Big Shock Racing от Мартина Масяка. И кабина, явно американская, вы видите. Но Маурик Ван Денхювель не изменяет двигателям Scania, который вот эту всю машину, вот эту всю красоту поведет в бой на Дакаре в ближайшее время. Вряд ли, конечно, Ван Денхювель претендует на подиум, но благодаря вот этой вот необычной машине все-таки попадает на нашу елку. Давайте-ка ее вот сюда пристроим. Ну, двигаемся дальше, раз уж мы заговорили о голландцах. Два пилота на необычной машине, на двух машинах, да? На гибридном Рено. Это Pascal Debar и Gerd Hussing. Они продолжают свои эксперименты с электричеством. В прошлом году неплохо выступили вот на этой машине с мотором, с электромотором ZF. В этом году на этой своей легкой и быстрой машине постараются улучшить свой результат. Необычное гибридное Рено C460 Hybrid Edition построено при сотрудничестве с чешским спортивным ателье МКР, голландской командой RIVALT, как я уже сказал. При даче к обычному турбодизелю 1000 лошадей здесь стоит электромотор. Суммарная мощность силовой остановки превышает 1200 лошадей. Ну, а вот этих замечательных парней, отца и сына Мартина и Митчелла Ван Денбринков, мы поместили пока на одну игрушку. Учишь хорошая фотография. На самом деле, поедут они на двух машинах. Мартин Ван Денбринк поменял капотник Рено на бескапотный вариант Рено. Тоже очень похожий, кстати говоря, на машину Герта Хузенка и Паскаля Дебара. Новая машина, легкая машина. Ассистировать ему будет на второй машине, но на Вольво Митчелл Ван Денбринк. 18 лет ему исполнилось. Как говорит сам Митчелл, у него скорее функции быстрой технички, и главная его задача не отставать от идущего впереди отца на Рено. Ну и, конечно же, один из серьезнейших претендентов на место в тройке – это Сергей Лизович, наш белорусский коллега. В эту гонку белорусы поедут не на трех, а на двух машинах. Ассистировать ему будет Алексей Вишневский. Но машины две новые, два капотника. Сергей, конечно же, по-хорошему, амбициозен и будет пытаться как минимум повторить успехи прошлых лет. Но в идеале они не скрывают, что нацелены на первое место, и это очень хорошая задача. И посмотрим, что покажет гонка. Сам носатый МАЗ-6440Р устроен примерно так. Под капотом стоит Гиртех G13 с рабочим объемом 12,5 литров и мощностью 1000 л.с. Это Катерпиллер, очень сильно переделанный чешской командой Багира. Коробка передач «Автомат» Алисон. Мосты финские «Сису». Ну и обязательно мы вешаем нашего японского друга Тарухито Шугавара. Понятно, что он немножко в другой весовой категории. Моторы меньшим литражом, чем наши Камазы, например, или чем его остальные соперники. Но очень достойный тоже соперник, очень волевой. И по праву он должен быть в этой когорте известных пилотов. Тем более, что в своей категории он всегда занимает первые места. Ну и наша четверка. Андрей Кординов, Айрат Мордеев, Антон Шибалов, Дмитрий Сотников. Мы перекрасили шары в золотой цвет. Будем надеяться на удачу и успех на гонке. Парням желаем удачи. Показать себя. Показать машины. И, конечно же, вся команда будет работать на результат. Уверен, что наши пилоты, экипажники, наша команда Ассистенс сделает все возможное для того, чтобы показать себя в гонке с наилучшей стороны и порадовать наших партнеров и наших болельщиков. Елка елкой, но при этом не забываем, что в грузовом зачете 42 участника. И выстрелить на Дакаре может любой из них. Итак, 3 января второй год подряд Дакар стартует в Саудовской Аравии, чьи пески вернули легендарную гонку в ее родную стихию. Новый маршрут стал кольцевым. Старт и финиш пройдут в Джидде. Соревнования начнутся 2 января с 11-километрового пролога, который определит порядок старта на первом этапе. Общая длина маршрута 7600 километров. Из них спецучастки 4800 километров. Организаторы говорят, что на этот раз они проложили менее опасность с точки зрения максимальных скоростей, зато более техничный маршрут. Два кольцевых этапа на маршруте. День отдыха в Хаиле 9 января. Сразу после него 10 января участник вважает марафонский этап. На этой анимированной карте видно, что начальная и заключительная часть маршрута пролегает по горным районам Асир и Хиджаз. Но большая часть гонки пройдет в обширном регионе пустынь Рубль-Хали и Нефут. Субтитры создавал DimaTorzok